Чтобы понять, что происходит в русскоязычном подкастинге, следует обратиться к истории развития англоязычной индустрии. Изначально под подкастами подразумевались не сами шоу, а формат прослушивания аудиоконтента. Когда появились плееры, в частности iPod, отсылка которому спрятана в самом слове «подкаст», стало возможно скачивать радиопередачи и любой другой аудиоконтент и слушать его в удобное время. С течением времени и развитием технологий слово «подкаст» утратило акцент на способе прослушивания контента и приобрело другое значение. Под ними стали подразумевать регулярно выходящую разговорную передачу. Резкий рост интереса к подкастам в США, а затем и во всем мире, произошел в 2014 году с выходом подкаста Serial. Успех подкастов Heavyweight, 99% Invisible, This American Life и других показал, что подкасты – это полноценный и самостоятельный медиаформат, способный собирать аудиторию и обладающий большим потенциалом для монетизации. В хронологии развития русскоязычных подкастов принято выделять три волны. Первопроходцами и основателями здесь считаются создатели подкастов «Аэростат», «Сиськи-письки-шоу», «Радио Т» и «Большой подкаст» Василия Стрельникова, которые начали делать подкасты еще в середине 2000-х годов. Ко второй волне относят все, что происходило с 2010 по 2017 годы, а из заметных шоу можно выделить «Дольче Велли» и «Будам» и подкасты издания «Медуза». Третья волна началась примерно в 2019 году, когда подкастами резко заинтересовались бренды, издания, рекламодатели и обычные люди. Спойлер. Деление на волны условно и субъективно. Что происходит в подкастинге? Тренды. Самым развитым рынком в мировом подкастинге является англоязычный, поэтому за ним полезно следить. Тренды приходят именно оттуда. Понимание того, что сейчас происходит в англоязычных подкастах, дает вам временное преимущество и возможность подготовиться к приходу тренда в русскоязычные подкасты. Однако размеры индустрии англоязычных подкастов затрудняют отслеживание трендов. Подкастов очень много, и в них сложно разобраться. Хорошие новости. Далеко не все из них заслуживают внимания и тем более прослушивания. И чтобы ориентироваться в англоязычном подкастинге и анализировать тренды, достаточно знать названия самых известных подкаст-студий и выпускаемых ими классических подкастов. Кто выпускает самые важные подкасты на английском? Основные игроки. Подкаст-студии. Гимлет. Выпускает подкасты Reply All, Heavyweight, Startup. Радио Утопия.